ЖУКЛЁР Ну что, сейчас будем пробовать. Я рассулил ЖУКЛЁР до 0.5. ЖУКЛЁР холостого хода. Сейчас возьмем с собой отвертку. Сейчас ключ от машины закину. Иван рассказывает что-то там дикое. Надо взять с собой отвертку. Вот видите на холостых. Работает как человек с другим ЖУКЛЁРом. То есть был 1.35. Мы сделали 0.5 сделали. Сейчас хоть тебя завязать, чтобы туда не улетело. Отвертка нужна, чтобы покрутить, повертеть. О, задирается. С ручки. Это хорошо. Сейчас возможно будет на верхушке лить чуть-чуть, когда открываешься. Забыл посмотреть сколько бензинов в баке. Ладно, основной тест. Еще впереди. Сейчас просто поедемся, посмотрим как подобрал ЖУКЛЁРа. Грязь особо не объехать. Негде. Вот сейчас работает как он с рассверленным ЖУКЛЁРом. Просто в огне. Мне нравится. Вот. Чувствуется, что все нормально. В очки не надел. Я привык ездить в этом шлеме. В очках. Ой, можно не туда заехать. Сейчас прекрасно едет. Задим колеса. Сам просто валит. Сам вштыривает. Пацаны. Мне прям понравилось. Легко держит макушку. О! Совсем хорошо. Ладно, сейчас еще раз другой. Сейчас потремся здесь. Грузовики разъедутся. Да. Привычка, которая въелась в кровь. Она себя проявляет. Я о том говорю, что частей гадуплил на ПСе. А ну что такое? Крыцо спущено переднее. Частей гадуплил как ошпаренный. Рулем отелял вправо-лево на ходу. Видите, что я жду? Тут полная неможность ехать быстро из-за пыли. Маленький отрезок. Ровные дорожки. Приехали, прокатились. Там машины едут. И очень медленно, я не знаю, спускает переднее колесо. Ну, примерно за месяц воздух выходит. Так иногда подкачиваешь нормально. Что хоть такое? А! Такое движение сильное. Сегодня полидельник. И вот такой движняк. Единственный ровный отрезочек дорожки. И вот такое происходит. Рекомендация придонок вот такая. При получении такого вот карбюратора. Вот видите, да? Он даже стоит немножко на бок. Можете... Бензин капает, шланг большой. Можете смело. Жеклёр холостого хода, да, подтекает. Жеклёр холостого хода можете смело рассверливать до диаметра 0,5 мм. Смело. Ну, это, допустим, вот ИШПС. Поршневую. Вы видели, как мы собирали на неё? Там вообще не пойми чего. Она не хорошая, не плохая. Она средняя поршневая получилась. Из того, что было. То есть, жеклёр холостого хода. Он тут стоит 0,35. Как я понимаю, это в миллиметрах. Рассверливаете до 0,5. То есть, 0,5 мм. Смело. А жеклёр главный, как он называется, ГТЖ. Главный топливный жеклёр. Его сверлите. Он там 1,38. Смело сверлите. 145. То есть, 1,4 мм. Это вообще смело. Ну, и в некоторых случаях до 155. Но, для начала, 1,5 мм. И будет вам счастье. На других вариантах может случиться клин. Главный, прихват. Снегрансад. Чуть-чуть подливает на верхушке. Чуть-чуть. Ну, лучше чуть-чуть. Пусть подливает. Чем не хватает. Ну ладно, ребят, на этом, я думаю, хватит из вращений. Надо колесо качать, наливать бензин, нормально, уехать. Ну еще вы сами видите, что я еду опять с голыми ляхами, это не есть хорошо. Жиклера я уменьшать не буду, главное топливный жиклер пусть остается, 150. Естественно, покрутил холостой ход. Вот видите, когда открываешь на малом ходу полный газ, слегка подливает. Слышите? Но когда отпустил, он поехал, но для него это нормально. То есть не надо на маленькой скорости открывать полный газ. Чуть подразогнались вот так вот, передачу вверх и все прекрасно. Ну я пока хочу оставить такой жиклер, какой есть. Я вам уже рекомендации дал по поводу того, что я сверлил. То есть 145 смело, 150 выборочный. И для некоторых, для особо запиленных двигателей мощных, 155. А так, чтобы было понятно, вот едем на первой передаче, да, никого не трогаем. Двигаемся по прямой, газом дергаем. Вообще легко задирается, просто легко. А тут негде, я хотел бы исполнить, но негде. Вот просто крутим ручку. Просто газом. Я руля практически не дергаю. Ну и надо не умудриться, не побить опыт колеса. Потому что колесо практически спущено. В общем, меня все устраивает. Есть одно замечание, небольшое, когда на маленькой скорости открываешь ручку. Он подливает. Ну, сейчас меня все устраивает. В огне. Вот тебе бабушка и Юрий в день. Извините. Да, все понравилось. Очень. Очень. Иваныч, я думаю, скоро тоже поплется. Я больше не буду. И меньше не будет, Иваныч. Ладно, надо вот этот инструмент раскидывать по углам. По этой камере. Вы что, по углам раскидываете? Положите его на место. Нет. Я брал по разным углам. Я поэтому по углам не брал. Скажи, что он был разрослым, как сейчас. Напал, напал старый. Вроде, значит, Иваныч, ты вроде дурь выбивал, на барабане бил. Я не потому барабан, а бил. Иваныч мне показал недавно, как бегают страусы. Мужики, у меня жбан гудел с неделю. У меня мозги трещали, какие остались. Рекомендую. Приезжайте, Иваныч покажет. Массаж можно. Ладно, всем пока, держитесь. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok